Радио Минск 10 часов 35 минут пробил час нашего музыкально-спасательного вопроса, ведь мы вместе с Белорусской Молодежной Общественной Организацией Спасателей Пожарных, такой юный спасатель называется она, мы хотим проверить сами себя, насколько мы вот готовы спасать, если вдруг придется. Ведь вот организация наших, наше юное поколение взращивает подросткам, можно вступить в организацию и потренироваться, знаете ли, и со всякими средствами пожаротушения, там поучаствовать в разных вот этих таких творческих моментах, которые помогут вам в чрезвычайной ситуации проявить себя. И, между прочим, в нашей стране около 576 тысяч подростков входят в эту организацию, ведь это прекрасно. И 18 лет мы растим поколение за поколением, которое знает, если что, что нужно взять, песок, лопата и дальнейшее действие. И не только. Итак, отмечаем вместе с организацией этот такой юбилей совершеннолетия, да? И я хочу найти среди наших слушателей те, которые разбираются и в роке, и в, скажем так, в способах спасения одновременно. Для этого 9240 наш короткий номер. Задаю вопрос, сейчас будет внимательно будете слушать. Но, пожалуйста, уделите внимание еще нам, потому что тот человек, который первым правильно ответит, и пришлет его на короткий номер 9240, тому потребуется еще ответить на один дополнительный вопрос в эфире. Это будет такая проверочка. Вы выходите в финал, и там мы проверяем, готовы ли вы получить наушника от Минского городского управления МЧС. Итак, внимание. Какая группа написала свою песню, взяв за основу случай с пожаром на концерте Франка Запада? Вдохновил их этот случай. Название песни повествует, ну и, собственно, текст, о завесе дыма над Женевским озером. Помните такое происшествие? Вообще-то сама группа, по слухам, своим названием породила в Советском Союзе фразу «Глубоко фиолетово». Ну что, все подсказки налицо. И легендарные песни 71-го, и, собственно, само название коллектива вы его присылайте на короткий номер 9240. Итак, какая фраза вдохновила нас, что вы говорите глубоко фиолетово? Надеюсь, вам не так совершенно, и вы хотите получить подарки в рамках нашей викторины. Я жду ответы на 9240. Вольный перевод композиции от Дэннис Де Янг лучше уже здесь. Примерно так. The best is yet to come. Ну, не просто лучше, а тот, который был первым из лучших, потому что все наши слушатели ответили правильно. А вот первым правильный ответ на 9240 прислал нам Сергей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ну, расскажите о ваших спасательских способностях. В принципе, вы имеете дело какое-то к пожарным, или вы фанат этого коллектива, о котором я спрашиваю? Ну, не то, что фанат, но нравится. Как бы группа, скажем так, знаменитая там пару песен. Вот, наверное, все и знают. Так, так давайте же озвучим. Благодаря кому нам в Советском Союзе стало глубоко фиолетово? Дипстопов, дым над водой смог называться. Это верно. Ответили правильно все, еще раз подчеркну, но Сергей был на пути, да, к финалу, потому что правильно это сделал первым. Итак, у нас есть дополнительный вопрос. Готовы к нему? Ну да. Да, мы ведем речь о Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. И у них, естественно, есть эмблема, которая встречается вот везде, на мероприятиях, на экипировке их. Что на ней изображено? Точнее, кто изображен на эмблеме Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных? Три варианта. Спасатель в экипировке, сами активисты организации, либо же рыцарь. Ну, как? Да. Можем порассуждать, пока вы еще не дали правильный ответ, ну и не решились, да? Как думаете, если там 576 тысяч подростков участвовало, можно ли всех как-то так изобразить на одно-то? Вряд ли. Вряд ли, да? Ну вот да, вроде как Белоруссия рыцарская все-таки хочется... Белоруссия рыцарская, да, сразу. Говоришь, Белорус, да, мужчине, сразу представляется рыцарь. То есть как... Ну, спасатель, благородная же профессия, хорошая. Хорошая. Ну и рыцарь же тоже благородная. Очень. Такой патриот Родины. Защищали нас. Ну, так что же тогда? Спасатель в экипировке, активисты организации, либо рыцарь? Давайте, наверное... Хочется все-таки рыцарь. Хочется рыцаря. Конечно, это рыцарь. Да, Сергей, я просто поаплодирую вам сама, потому что одна в студии нахожусь. Ну, а все 576 тысяч, которые у нас сейчас и слэшат, да, следят за тем, как мы помогаем отметить 18-летие организации, они тоже там где-то вам аплодируют. Я вас поздравляю. Действительно он. Ну, потому что действительно продолжают же, ребята, дело рыцарей на земле, да, патриотов такой нашей роде, защитников. Ну, да, логически верно. Аж приятно, сам, честно говоря, удивлю. Да, а вы вот зайдите на сайт спасатель.бай, посмотрите, как у ребят здесь классно тренируются. Они там с гидрантами с этими, и учатся одевать, вот, смотри, на фотокарточке девушки даже, вот эти самые, да, всякую амунитию. У меня дочь растет 9 лет, так вот спускай. Вот, а я прочитала в уставе, мне тоже интересует, но меня сам интересует за этими делами. До 16 лет с разрешением родителей можно. В принципе, здесь вот я вижу, дети есть такие, школьного возраста. Так что, айда туда, как говорится. Ну да, даже как вести себя в какой-то экстренной ситуации, это полезно. Вот, и нам, взрослым, тоже расскажут. И мы научимся. И мы научимся, да. У нас для вас подарок от Минского городского управления МЧС. Наушники, я за эфиром расскажу, как забрать этот ценный приз. Сергей, не кладите трубочку. Спасибо вам еще раз большое. И удачного дня вам и всем тем, кто принял участие. Потому что вы же знаете, что на радио Минска, в принципе, без подарков уйти сложно. Каждый буквально эфир утром, днем и вечером что-то добудет. Ну, как минимум, сейчас музыкальный у нас презент. Angel, don't cry. Крепитесь. Да, не платью. И Донни Ирис до конца этого часа. Я, Любовь Луцевич, с вами не прощаюсь. Мы услышимся в следующем части. Там поговорим и об истории. И поговорим еще об одном музыканте, который покинул этот мир. Да, но нужно вспомнить хорошим словом Джинджер Бейкера. Я именно о нем и о коллективе Крим.